про алкоголь я рассказал то есть накануне если утром чек хочет баню то накануне день без алкоголя вот если человек хочет вечером в баню или в любом случае когда встречаете человека нужно несколько точек чтобы он прошел чтобы вы понимали что вы с ним можете делать если от него пахнет алкоголем то дружок давай завтра что у него густая кровь вы не сможете ему дать весь набор тепловых процедур что у него кровь густая вы каждой процедуры будете увеличить вязкость крови и кардиологический риск второе что если вы чувствуете от него аромат сигареты здесь вы понимаете первое парение будет такой легкий ну что после сигареты после каждой выкуренной сигареты примерно час высокая вязкость крови я проверял темнопольный микроскопом брал у людей кровь приходит человек жидкая кровь закурил сигарету через пять минут у него уже кровь густючая через час опять становится жидкой поэтому баня и никотин они совместимы в плане клиентов то есть вот в бане у нас не курят мест для курения вообще нет вот терпи три часа ты пришел всегда оздоравливаться либо травиться до бани я понимаю может на пороге в бане покурить пока он пять минут раз денется переоденется пока вы посадите в ведро с тепленькой соленой водичкой он тут посидит он часть белковых токсинов вытянет через сбросит в воду в эту очиститься уже вы ему тут по мере реакториальное давление вы уже видите понимаете в чем то есть нормально у нее давление или тому быть какие-то гипотоники или гипертоник вот и вы понимаете что что и как как к нему будете относиться а за это время у него кровь разжижается то есть вы просто тупо тянете время первое парение ладно она на этот час попадет но зато потом восстановление жесткое второе парение уже будет безопасным вы на жидкой крови проводите это парение поэтому сигареты вот так банщиков расстрелял бы тех которые курят лучше уже бежать самому на кладбище закапываться там в тенечке или на солнышке потому что ну зачем себя травить курить банщику нельзя это посадить сердце в любом возрасте я понимаю я понимаю но не все слышат не все это понимают я хотел приехать с темнопольным микроскопом показать прикол показать какая кровь баня ну они сказали верьте в одной компании там продавали кроватки с нагревом такие массажные вот я пришел они у нас такая жидкая кровь все нормально все в порядке не вопрос они полежали на своей кроватке 40 минут подошли чувствую от них идет пар то есть они реально разогрелись взял кровь дом умеренно жидкой взял кровь после 2 правда отказалась брать уже когда посредо я понимаю что у меня то же самое я кладу на предметное стекло каплю крови покровным накрыл и для того чтобы увидеть что-то на микроскопе мне нужно было нажать пальчиком чтобы она разбежалась так вот до этого а я делал все на одном стекла она как ртуть бегала по стеклу я жму она ушла я жму она ушла и вы хотите смотрите вот ваши предыдущие 40 минут при температуре там ну там больше там 50 по 6 градусов они хорошо погрелись там просто я после этого ребята хотите получить эффект до тепло вам расслабить мышцы вы роллерами этими там делайте все массажик до 40 не ставьте выше сделайте себя хамам а там вторая я понимаю в чем прикол мы будем поить водой это бессмысленное занятие вода вот в этой ртути не держится вас было яйцо жидкое куриные вы его сварили вас она в крутую сварен что вы тут сделаете куда в эту воду воткнете то есть вот это поэтому я почему в бане у вас есть возможность ставить 50 или 60 оставьте ближе 50 все равно влажностью вы добьетесь то же самое я понимаю я понимаю что тяжело потому что содержание кислорода во вдыхаемом воздухе уменьшается вот но но тут играться можно можно немножко да тут можно тут тут играться нужно почему потому что тут есть свои нюансы просто каждая из бань ну и сауну если взять крайний вариант отличаются температура влажность их сочетание дает потагонный эффект